Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слово Великий Четверг на ритургии святителя Игнатия Бринчанинова. Хлеб сердце человека укрепит. Пророчествовал пророк о некоем чудном хлебе, который в отличие от обыкновенного вещественного хлеба, укрепляющего тело, должен укреплять сердце человеческое. Нуждается сердце наше в укреплении. Страшно поколебалось оно при падении нашим. И само собой не может остановиться от колебаний. Непрестанно потрясается оно различными страстями. Тщетно и в суе проповедует падший человек в ослеплении о своем отвердости воли человеческой. Этой твердости нет. Увлекается воля насилием преобладающего ею греха. Нужен, нужен предвозвещенный чудный хлеб, чтобы укрепить поколебавшееся, ослабевшее сердце человеческое. Совершает укрепление сердца человеческого хлеб, шедший с небес, хлеб жизни. Этот хлеб Господь наш Иисус Христос. Он сказал, «Я хлеб живый, шедый с небес. Едущий хлеб си будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Едущий мое плоти, пьющий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем». Нужно научиться, говорит святой Иоанн Златоуст, чудному свойству и действию святых тайн. Что они? Для чего они преданы? Какая польза от них? Мы – единое тело с Господом, с телом Господа нашего Иисуса Христа. Мы – плоть от плоти Его, кость от костей наших. Бог и человек, будучи всесовершенным Богом, по наружности для телесных чувств человеческих, запечатленных падением, был только человеком. Святые люди, ставшие через крещение чадами Божьими, соделавшиеся духом, сохранившиеся и развившие усыновление и духовное состояние богоугодной жизнью, пребывали для наружных чувств человеческих, запечатленных падением, обычными людьми, не отличавшимися ничем от прочих людей. Святые Христовые тайны, будучи телом и кровью Бога человека, будучи духом, сохраняют для телесных чувств наружный вид хлеба и вина. И видится хлеб и вино, и обоняется хлеб и вино, и осязаются хлеб и вино, и вкушаются хлеб и вино, обнаруживаются и являются святые тайны через действие свое. Так обличался Бог, прикрытый человечеством. Он обнаруживался и свидетельствовался действиями своими. Так обнаруживались святые Божии, сосуды Святого Духа. Обнаруживались они и разоблачались действиями. Наружность была глубоко смиренная, покровенная простотою, чуждая изысканность и чуждая эффекта. Действие же было сверхъестественное и божественное. «Сие творите в мое воспоминание», сказал Спаситель мира, избранным ученикам своим, уединивших с ними в горнице для тайной вечери. И исполняется до сего дня повеление Господа во Вселенной во всех храмах, принадлежащих Православной Церкви. Какое всемогущее повеление! Дано оно было двенадцати простейшим рыбакам и сборщикам налогов, дано засмиренную предсмертную вечернюю трапезу, за которой произнесено многие горьких предречений, которые должны были тотчас исполниться, дано было в тишине и сумраке вечера в уединении горницы, составлявшей верхнюю отдельную часть дома. А действует это установление во всей земле, действует через столетия, через тысячелетия. Богу нашему слава, всегда ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Причастников поздравляю с принятием святых христовых тайн. Помолимся, чтобы причащение послужило нам в исцелении наших душ и тел. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok